Сегодня мы обсудим стеорат магния — частый ингредиент многих добавок. Для чего его используют? Это распространённый антислёживающий агент. Что это такое? Это ингредиент, позволяющий порошку проходить через аппаратуру, производящую добавку и фасующую её по капсулам. Этот ингредиент также позволяет таблетке чуть лучше проходить через ЖКТ. Он также чуть улучшает усвоение организмом ингредиентов, потому что это соль жирной кислоты. В США оно относится к категории ГРАС. Это расшифровывается, признано в целом безопасным. В докладе Национального центра биотехнологий заявлено, что до 2,5 граммов стеората магния на килограмм массы тела считается безопасным. Что это значит? Это значит, что если ваш вес около 70 килограммов, вы можете употребить до 170 граммов стеората магния в день, и это вам никак не повредит. И надо понимать, что в среднем количество стеората магния в одной капсуле составляет лишь от 4 до 8 миллиграммов. Когда вы принимаете стеорат магния, он распадается на магний и стеориновую кислоту. Магний полезен для сердца, для мышц. Он помогает успокоиться, полезен на тревожности и улучшает сон. Он помогает образованию АТФ. Это энергоноситель организма и даёт энергию. Что же касается стеориновой кислоты, это довольно обычная часть вашего рациона. Это обычная стандартная жирная кислота. Она может быть переработана в энергию или превращена в клеточную мембрану. Она есть в растительных маслах, в животных жирах и в масле и какао, в шоколаде. Если вы потребляете шоколад, то на 34% он состоит из стеориновой кислоты. Средняя женщина потребляет 5,7 грамма стеориновой кислоты ежедневно. А средний взрослый мужчина потребляет 8,2 грамма стеориновой кислоты ежедневно. Если сравнить с дозой в 4-8 миллиграммов, это совершенно незначительно. Количество стеората магния, которое вы получаете с БАДами, в 800 раз меньше того, что вы уже получаете с едой. Теперь об исследованиях. Я нашёл одно исследование in vitro, то есть оно проводилось не в организме, а в небольшой чашке Петри. Оно показало, что нет ни изменений в хромосомах, ни вообще никакой генной токсичности. Я нашёл ещё одно исследование, которое многие используют для демонстрации токсичности стеората магния. Там утверждается, что употребление стеората магния угнетает Т-клетки. Но если почитать это исследование, они проводили опыты не на обычных мышах, а на генетически изменённых мышах, которые были созданы с деактивированным ферментом стеориновой кислоты. Иными словами, эти мыши не были способны усваивать стеориновую кислоту. Выяснилось, что если давать стеориновую кислоту мышам, которые её не усваивают, то у них снижается число Т-клеток. Разве это применимо к людям в каком бы то ни было виде? Конечно же нет, ведь у нас есть ферменты, расщепляющие стеориновую кислоту. Все исследования, показывающие побочные действия стеората магния, проводились в лабораториях, на мышах, которым скармливали столько стеората магния, сколько человек никогда не сможет употребить. Так что прежде чем верить какой-либо информации из вторых рук о стеорате магния, сами прочтите исследования по ссылкам в описании и составьте собственное мнение.